Большое вам спасибо за прекрасный кейс. Я, будучи руководителем Кубань-банка, я делал следующее. У нас был один айтишник. И он был такой тихий, такой незаметный. Но на самом деле его работа была настолько важна, что я думал, ну как же мне его там подбодрить там. Ну ладно, я ему там иногда привозил такую пиццу. Знаете, вот сегодня айти, все там, завтракать с пиццей. О, классно, там шеф принес пиццу. А еще такая простая вещь, я ему просто писал спасибо и приклеивал на монитор. И он утром приходил, этот стикер читал, я смотрел, он такой улыбается. Но он никогда не показывал виду, как все айтишники. Они же, знаете, у нас такие все суровые. Что у нас с нашей сетью? Все в порядке? Есть вопросы по материальной мотивации? Да, у коллег, во-первых, есть прям такой сразу отклик после вашей речи. Всегда важно говорить своим родным и близким спасибо, что вы их любите, и тогда может быть поздно. И нужно уметь прощать, человек может ошибаться. Это да. И есть вопросы, да. А вы в каком костюме приходили в запас? Я ни в каком костюме не приходил, потому что там у них запрещено ходить в галстуках и в костюмах. Мы были в джинсах и просто вот в рубашках. И, кстати, у них там, знаете, такая доска. Представьте, что первый, кто люди приходил в галстуках, там им вали ножницы, они сразу в галстуках резали, там мы его на эту доску приклеивали. Еще есть вопросы у нас от нашей сети. Давайте тогда мы лучше будем продолжать и будем двигаться. Саморазвитие. Ну, что может быть интереснее, когда мы говорим о том, что вам всем нужно развиваться. Причем развиваться не из-под палки, что кто-то сказал, что мне нужно развиваться. Нет. А когда у меня есть внутренняя потребность, внутренняя задача стать лучше. Развивать себя для того, чтобы достичь новых результатов, целей в жизни. Сегодня моему сыну 13 лет. Я ему говорю, слушай, вот все, что ты сейчас только можешь помечтать, все возможно. Вот вообще все возможно. Ты вот можешь помечтать о том, что, не знаю, там в 15 лет, там, не знаю, приобрести что-то. Он говорит, да, могу. Можешь это сделать? Я ему говорю, да. Например, вот я веду блог в Инстаграме. Я вам уже ссылку проделил, но телефон забрал у вас раньше, поэтому вы не подписались. Надеюсь, подпишетесь потом. Есть такое понятие, там, ну, как бы есть правила во всем. В каждом деле есть какие-то свои правила. Например, в Инстаграме для того, чтобы тебя все время замечали, ты должен что-то делать в сториз. И вот мы с ним придумали, вернее, придумал я, ему поручил задание. Вот он делает красивые сториз, там, пишет, там, оформляет. Он сначала делал, делал, говорит, слушай, ну, не солидно уже, давай серьезнее. Вот освой Adobe Photoshop. Основной то-то, то-то, то-то. Я им плачу зарплату за это. Вот, понимаете, вот, казалось бы, ерунда такая, но оно позволяет человеку двигаться вперед. У него есть интерес. Он за лето освоил много компьютерных программ, стал что-то делать, там, научился, стал спортом заниматься. Я говорю, вот, все, что ты хочешь, все возможно. Это, знаете, я в свое время, в 2004 году только переехал в Москву. Я родился на Дальнем Востоке, на самой восточной точке Дальнего Востока, город Советская Гава. Не то только потому, что там ближайший был роддом, как бы там, да, знаете, вот. Вот, вот, о, видите, как такой мир, мир маленький, да. И казалось бы, я приезжал в Москву когда-то, и мне казалось, здесь мир возможностей. Действительно, вот, как бы сегодня смотришь, для вас, вы молодые еще, как бы все прекрасные такие, да, вот, все возможно. Вот, действительно, все возможно, если вы сможете это реализовать. И для этого нужна внутренняя мотивация, и для этого нужно саморазвитие. Но существует интересный факт. Например, давайте его проведем эксперимент прямо сейчас. Вот, если бы я вас попросил подумать о яблоке, уважаемая наша сеть, прекрасная, подумайте о яблоке и напишите в чате о том, о каком яблоке вы подумали. А я сейчас спрошу наш коллег, Даша, о каком яблоке ты подумала? Я подумала о большом красном яблоке, который еще блестит, такой новощеный. Супер, а вы? Зеленая, а вы? Да, вы? Красная, вы? Прекрасно, а вы? Отлично, а у вас? У вас? Зеленая кислая, у вас? Эппл, да. Смотрите, нас вроде не так много, но у всех яблоко свое. О чем он так говорит? На самом деле мы воспринимаем текст по-разному, мы воспринимаем слова по-разному, мы воспринимаем нас по-разному, потому что мы женщины и мужчины, мы вообще видим этот мир абсолютно по-разному. Вы даже себе представить не можете, но картина того, что вижу я, отличается от того, что видите вы. Даже вы по-разному видите то, что перед вашими глазами, вы воспринимаете по-разному. Почему? Личность – это уникальный сплав образования, воспитания, особенностей жизни и так далее. Все, что мы есть, это исключительно наша точка зрения на этот мир. Но каково бывает нам, когда кто-то говорит, что это не так? Ведь мы же сразу готовы ринуться в бой. На самом деле, что мир именно такой, каким вижу я. Понимание того, что каждый из нас имеет право на свой взгляд на мир, и наши взгляды могут не совпадать, есть один из огромных шагов к построению любых отношений, личных и профессиональных. Потому что допустить возможность, что кто-то другой видит мир иначе, дает тебе сразу возможность освободиться от всех претензий, от криков, от истерик, от «ну как это так, ты что не видишь, что это по-другому?» Вот просто на секунду подумайте, что наш взгляд на мир – это лишь наша проекция этого мира. А какой на самом деле, к сожалению, не знает никто, но может быть только один Господь Бог. Итак, мы воспринимаем обязанности по-разному. Вот, например, удивительная вещь. Любую девочку, самую маленькую, спроси, например, девочку, у вас здесь больше, когда ты выйдешь замуж, что ты хочешь? Я хочу быть красивой, я хочу, чтобы мне все покупали, хочу, чтобы у меня было все замечать, я хочу много детей. С детства заложена программа. Маленького мальчика спросим, что ты хочешь, например, когда у тебя будет семья? Я буду папой, я буду зарабатывать и так далее. Вроде все понятно. Почему, когда мы становимся взрослыми, у нас не все так легко и сладко получается? Ведь в какой-то момент мы теряем этот ориентир и теряем возможность взятия обязанностей. Иногда мы о чем-то можем договариваться, но не факт, что эти договоренности исполняются. То же самое. Но удивительная вещь заключается в следующем, что наш мозг развивается только в ситуации, когда мы общаемся друг с другом. Именно через общение, через коммуникацию. Эффект Маугли все знают. Когда ребенок находится в невозможности общения с себе подобными, он становится зверем. Соответственно, мы развиваемся через коммуникации. Самая главная наша задача – общаться. Через общение мы развиваемся друг с другом. Почему говорят, что в семье люди через какое-то время даже мысли друг друга пытаются узнавать? Они просто понимают. Они друг с другом постоянно общаются. Их мозг настроен на эту волну. Они движутся дальше. Основой является коммуникация. И нам для того, чтобы влиять, нужно уметь коммуницировать со всеми остальными. Давайте двигаться дальше. Сейчас попробую переместить немножко, чтобы нам было понятно. И вот мы сегодня с вами поговорим о саморазвитии. Это наш третий рычаг. Что было раньше? Раньше было все вообще просто. Я шел в школу, я заканчивал институт, я потом работал на одной, на двух, на трех работах, неважно. Я потом шел на пенсию. Все было замечательно. Ровно до одного того момента, пока наш баланс не был разрушен, в 2020 году мир изменился. Все, что можно было представить только в самых страшных Джорджи Оруэлловских утопиях, совершилось в нашей жизни. Нас не выпускали из дома, штрафовали за то, что это шло на 200 метров дальше. Ты ходишь в маске, в каких-то перчатках, тебе нельзя передвигаться по городу. Города сидели дома. Представляете, президенты выходят и говорят, выходные целый месяц. Запрещено выходить из дома, предприятия все закрываются. Но разве можно было об этом представить? Нет, об этом представить было, конечно, нельзя. Но это дало нам возможность задуматься о том, что мы на самом деле живем в УКО-мире. ВУКО-мир – это мир, который очень сильно и быстро изменяется. И для этого нам же важно всегда знать про нас, чтобы мы могли решать свою задачу, как мне быть в этом мире. А мне нужен теперь life, long learning. Обучение длиною всю свою жизнь для того, чтобы быть успешным. Итак, ВУКО-мир, который вообще невозможно предсказать, невозможно что-то с ним сделать. Это мир, который неопределен, в высочайшей степени неопределенности. Смотрите, что происходит. 90% информации было создано за два последних года. Порядка в миллиард раз снизилось хранение одного гигабайта информации. Более 75% населения планеты обладает мобильными телефонами. Знание, технологии, компетенции, которые сегодня есть, является основой успешности человека. Это технологическая революция, которая наряду со всеми внутренними и внешними изменениями, которые произошли в этом году, предложила нам определенный вызов. Вызов к моему собственному развитию. 40 компаний крупнейших уйдут с рынка. 52% ручного труда заменят роботы. Исчезнут профессии юрист, бухгалтер, пилот, логист, билетер, корректор, кто угодно. Их заменят роботы. Что же нам остается делать в этом вопросе? 200 новых профессий появятся за новые года, за новые три года. Произошла необратимая трансформация человеческого труда. Именно для этого, а что же мне остается делать? Как мне развиваться? Как мне быть успешным? Как мне придумывать истории? Поддерживать других людей? И самому быть адекватным в рынке? Самому быть на острие вот этих всех процессов изменений? А ровно потому, что помните, раньше, как я уже говорил, Раньше было все очень просто. Ты шел, учился в 20 веке, шел на пенсию, все произошло. Теперь же наступил 21 век. Нам нужны минимум две карьерных петли. Это значит, что у нас есть время получать одну профессию и другую. На своем жизненном опыте я вам расскажу, сколько профессий было у меня. Первое. После того, как я закончил школу, я пошел в институт. И я хотел стать учителем истории. Мне очень важно было тогда двигаться по политической линейке. Я хотел возглавлять там, работать в комсомоле. Я возглавлял дейный политический сектор в комитете комсомола. Я думаю, слова эти вам ни о чем не говорят. Но это политическая работа. Ну, собственно говоря, там вот двигаться так. Дальше. Свершилась перестройка. Прежний мир рухнул. Нам необходимо было как-то выживать. Я получил профессию предпринимателя. И это была новая моя стратегия. Я жил в предпринимательском сообществе. Когда-то произошел кризис. Валюты рухнули. Предпринимательство закончилось. Мне нужно было получать новое образование. Я получил второе высшее финансовое образование. Я получился в Соединенных Штатах Америки, в университете Анкоридж, на Аляске. Потому что это было рядом с нами, на Дальнем Востоке. И я понял. Я пришел в банк. И я теперь был банкиром. 16 лет я руководил, работал в банках. Все вроде как было замечательно. Потом я снова начал получать дополнительное образование. И вдруг я становлюсь консультантом. Я становлюсь спикером. Я становлюсь консультантом. Я становлюсь человеком, который в новое обучает. Смотрите, сколько петлей. И кто-то бы мне когда-то сказал, там давным-давно в школе, что я буду стоять и выступать когда-то с какими-то лекциями. Наверное, это не очень похоже. Но это в целом перекликается с моей первой профессией. Какой-то учитель. Где-то там какие-то навыки были. Поэтому у каждого из нас сегодня в нашем мире возникает потребность во второй, в третьей, в четвертой специальности. И эти специальности нам просто очень необходимы. Поэтому возникла на Западе теория Life Clown Learning об учении длиной в жизнь. Я предлагаю вам, в принципе, подумать над тем, что оно, во-первых, добровольное. Оно не всегда требует затрат, потому что много бесплатного контента. Часто неформальное. И это знания, которые вам необходимы в данный момент. Как, например, вернуть лампочку, как приготовить суп или как приготовить что-то, какой-то пирог испечь, что-то такое. Подумайте о том, что вам могло помочь получить две или три профессии. Потому что одной сегодня уже будет недостаточно. Итак, что может в вашей профессии дать вам цикл обучения длиной в жизни? Как применить? Что хотите узнать, чем научиться? Как хотите получать новые знания? И какова цель обучения в вашей жизни? Собственно говоря, все эти вопросы вы найдете в своей рабочей тетради. И сможете потом над этой темой поработать, для того, чтобы думать о том, чтобы учиться дальше. Уважаемые наши зрители, которые смотрят нас онлайн, скажите, как вы относитесь к тому, что сегодня в наше время необходимо две или три профессии для того, чтобы двигаться вперед и быть успешным. А мы будем двигаться дальше. Так чему же учиться? Где мне брать вот эти вот самые главные навыки, которые позволят мне влиять на других людей? И это soft skills. Десять навыков, которые признаны самыми важными. Решение проблем, critical thinking, креативность, управление людьми, коммуникативность, гибкость мышления, переговоры, сервис, принятие решений и эмоциональный интеллект. Все эти аспекты, их объединены в одним словом. Soft skills. Я уверен, что это вы слово уже встречали. И достаточно много. И все, что мы с вами делаем сегодня, мы тоже развиваем одну из ваших направлений soft skills. Давайте посмотрим, что считает Гарвардский университет. Они говорят о том, что 85% успеха в будущем будет обеспечено тем людям, которые развили в себе soft skills. Не hard skills, умение делать конкретное дело, а именно soft skills, потому что умение делать конкретное дело, можно научиться. 77% руководителей считают, это более важно, чем вообще профессионализм. Давайте посмотрим, кто же останется, какие компании, ваша замечательная Яблочко, Facebook, Tesla, BMW, Google и много-много других компаний, в которых этому уделяется большое значение. Мне бы очень хотелось, чтобы на этом слайде появились и ваши названия вашей компании, которая тоже будет развивать это. И вот смотрите, как интересно, откуда берутся эффективные люди. Они вырастают из детей, из взрослых, которые обучаются. 46% взрослых и 70% детей сейчас, в данный момент в мире получают дополнительное образование. К сожалению, в СНГ всего лишь 11% взрослых и порядка 16% детей, помимо школьной программы, получают дополнительное образование. Юлия, я слышу, есть ответы. Да, есть на те отклики. В некоторых организациях дают отпуск на один год раз в семь лет для обучения, развития или профпериориентации, как пример. И одна из коллег пишет, что сменила три профессии, пока пришла в тренерство. Ух ты, вот это да, круто. Ну что ж, всего лишь 16% детей, очень мало. Поэтому наша задача с вами двигаться вперед. Давайте чуть-чуть пропустим, потому что у нас есть еще. Про книги. Очень важный момент, хотел просто буквально остаться несколько минут. Кто из вас любит читать? Да, наша сеть замечательная. Поставьте плюсики, кто из вас любит читать? Как мы прививаем любовь детям к книгам? Во-первых, книги везде. На столе книги, в кухне книги, там в спальнях книги, вот возле них книги. У сына была задача прочитать, вот если от пола, вот такую стопку книг за лето. Там был Вальтер Скотт, «Рыцаря и Венга», «Три мушкетеры» и так далее. Он говорит, пап, ну что у них читать? Совсем про другое уже. Я говорю, не важно, что про другое. Важно, что ты чувствуешь язык, которым они написаны. Важно, что ты чувствуешь мир того прошлого, в котором ты живешь. И ты обогащаешься за счет этого. Если мы читаем, мы получаем больше информации. Поэтому, пожалуйста, читаем. Что наша сеть на эту тему говорит? Ставит огромнейшее количество плюсиков, потому что они читают. Да, молодцы, прекрасно. Поэтому читаем книги. Книги повсюду. Расставляйте книги по темам. Читайте. И результаты. Что получается, если мы читаем? Мы развиваем эмпатию, помогаем совершенствоваться, улучшаем способности к нашему взаимодействию и улучшаем нейронные связи. Вообще весь наш мозг – это нейронные связи. Вот сейчас мы создаем новые нейронные связи. Вот ваш мозг пыльтается понять, что же там Роман Дусенко мне рассказывает про какую-то модель влияния. Какие мне нужно там нейронные связи в ней установить. Да, Юля? Да, есть интересный комментарий, что в школах надо стори-теллинг вводить, чтобы вызвать интерес к чтению. А также, собственно, пример. Да, и прекрасно. Учителя, мне кажется, могли бы все это делать. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Что еще нам нужно здесь в саморазвитии очень важные моменты. Я предлагаю каждому из вас потом дома заполнить вот эту табличку и подумать, что я могу изучить еще в своей профессии, чтобы быть более эффективным по отношению к внешним, внутренним клиентам, чтобы я мог эффективно работать с точки зрения достижения своих показателей эффективности и с точки зрения своего саморазвития. Что мне даст новый импульс к достижению целей. Ну и, конечно, это инновации, думать креативно, думать свежо, предлагать какие-то свежие идеи, думать иначе, создавать атмосферу развития и доверия. Когда мы доверяем, мы не боимся ошибок. Очень важно, знаете, такой момент, что в работе и что в личных отношениях. Когда-то бывают такие моменты, когда мы открываемся друг перед другом и мы рассказываем какие-то сокровенные вещи. Опасность заключается в том, что если вдруг вы хоть раз, используя эту сокровенную вещь, вернете человеку с претензией или с критикой, он вам больше никогда не откроется. Поэтому, когда мы чувствуем, особенно важно, знаете, когда мы говорим с человеком, мы уделяем ему внимание, и человек открывается к нам, очень важно понимать, что все, что между нами происходит, это конфиденциально, конечно же. И это очень важно, сохранить вот эту безопасность общения. И чем больше вы дадите безопасности, тем больше человек будет раскрываться каждый раз, с каждым разом все больше и больше, что в личных отношениях, что в домашних, что с детьми, что с близкими, что на работе. Поэтому доверие очень важно. И безопасность важнейший момент. Еще один очень важный элемент, которым нужно научиться управлять, это управлять конфликтами. Это не входит в нашу с вами лекцию, но как элемент модели влияния, это очень важно. Дальше это цель. Мы всегда помним, ради чего вспоминаем вот эту нашу управленческую ситуацию. Я вас всегда к ней отправляю. Ту, какую задачу вы хотите решить. Для чего? Для того, чтобы понять, какими инструментами мы будем это делать. Ну и, конечно, безопасная среда создает атмосферу, когда тебе не страшно попросить о помощи. И когда к тебе могут прийти на помощь твои коллеги. Вот вспомните, пожалуйста, из вашей профессиональной жизни. Был ли какой-то момент, когда вам нужно было попросить о помощи, а вы не смогли это сделать по каким-то причинам. Или наоборот. Вы не ожидали, а помощь к вам пришла. Уважаемая сеть, расскажите кейсы, которые были с вашей жизнью в вашем пространстве, которые происходили. Будет очень интересно нам тоже послушать. Кто может поделиться какой-то историей своей жизни? Движемся дальше. Я вам расскажу одну такую интересную вещь. Когда я впервые, как я вообще попал на работу в банк. Это тоже одна из историй. Она очень похожа на то, как мы с вами говорим про стори-теллинг. Я вам расскажу сразу несколько элементов, продемонстрирую, которые могут быть. Первое. Мне нужна была кредитная карта, тогда это была редкость, это 2001 год, для того, чтобы поехать в Японию. Я зашел в ближайшее отделение ближайшего банка, которое было у меня на пути. Когда я увидел там человека, который когда-то возглавлял кредитный отдел другого банка, где у нас была большая компания, мы брали кредит. Можете себе представить, что был кредит под 180% годовых. Тогда был такой уровень инфляции, такие были деньги. В общем, мы с вами начали разговаривать. Я говорю, слушайте, а я уже в Америке поучился. Она говорит, ну, проходи, садись, сейчас попьем чай, поговорим. Идет такая в тапочках, закрывает банк, такая на обеденный перерыв, все сели, мы с ней разговаривали, а почему банк закрепили, как клиенты там, какая разница, у меня же там обед сейчас. Я говорю, нет, так нельзя. И вот получается, что в результате я говорю, а как у вас тут? Она говорит, ну, если ты такой умный, хороший, приходи к нам, будешь тут мне помогать все это делать. Я говорю, ладно, я говорю, а кто вас решение принимает? Она говорит, вот у нас решение принимает там в головном офисе в городе Хабаровск. Я как-то по своим делам поехал, захожу в банк, там руководитель. Я говорю, знаете, я хотел бы к вам устроиться на работу. Вот там я знаю, у вас есть вакансия, возьмите меня. Так посмотрели на меня. Я никогда в жизни до этого не работал. У меня уже там было сколько там, под 30 лет, я просто занимался своим бизнесом. И она говорит, ну, вот ваш председатель правления готов принять. Председатель правления был Сергей Николаевич Власов, который потом в дальнейшем был банк Восточный экспресс. Может быть, вы знаете такой банк, он огромный, особенно на территории России наша, сеть точно, да уверенно знает. И вот мы с ним поговорили полчаса, и он говорит, слушай, я тебе беру, вот мне нравится твоя энергия там, и я буду готов тебе помогать в любой момент, когда тебе нужна будет моя помощь. Одна этой фразы, он создал атмосферу доверия, создал такие между нами отношения, хотя я его совсем недавно еще абсолютно не знал. Но он мне доверил, доверил то, что я привел дня на работу, и в самые сложные моменты, когда мне было тяжело, я всегда обращался к нему за помощью, и он всегда мне ее оказывал. Вот это состояние, когда ты можешь и знаешь точно, что тебе не откажут, очень важно, и оно тебя очень сильно поддерживает внутри для того, чтобы двигаться вперед. Ну что ж, были бы здесь руководители, мы бы говорили о передаче полномочий, но что бы мне хотелось вот особое отметить, касательно того, как мы чувствуем себя в той среде, где мы работаем, и за компанию, или за свои личные отношения. Очень важно гордиться этим. Гордиться не в плане чувства гордости, как с точки зрения православного, это грех, нет, гордиться с точки зрения принадлежности к этому социуму. Вот Росгострах, это огромная компания, под крылом сильной компании. Вот ощущение принадлежности к этому бренду дает вам состояние удовлетворения в жизни, что вы защищены. Это тоже элемент защиты. Это элемент видеть цель постоянно. Не важно, что мы, может быть, даже на своем уровне являемся улитками, в какой-то степени. И в рамках большой компании мы, может, даже не видим, где наш какой-то вклад. Не важно. Важно, что вы его осознаете с точки зрения своего саморазвития, понимаете, двигаться куда. И, конечно, нужно вкладываться. Вкладываться очень сильно в себя, в первую очередь, чтобы мобилизовать свой бренд. Что является ценностью для нас с вами? Вот для людей, которые просто работают по найму. Что является? Что определяет вашу ценность? Зарплата. Все верно. То есть ваш уровень, если вы выходите на рынок труда, сколько вам готовы предложить? А чтобы вам предложили больше, вы должны как компания, если человек компания, обладать определенными активами, определяемыми знаниями, навыками, опытом, все то, что вы нарабатываете. И это зависит исключительно от кого? От нас, конечно. То есть наша ценность, это наша капитализация. Капитализация измеряется стоимостью, за которую рынок готов оплачивать мои услуги для того, чтобы я двигался вперед. Вот это в целом, что мы говорили об обучении. И еще очень важный момент, когда мы говорим о том, каким образом влиять на людей, мы должны не просто помнить эту аксиому, а практиковать и теорию, и практику. Вот очень простая вещь. Скажи мне, и я забуду. Как вы думаете, сколько процентов информации после того, как мы рассказали, вербально поговорили, через 2-3 недели у человека останется в голове? Проведем эксперимент. Давайте нашу сеть спросим, поставьте цифру от единицы до 100 в наш чат, какой процент информации останется в голове у человека, который просто что-то послушал и больше ничего не делал, не повторял, не переписывал, не конспектировал, ничего. Какие ваши версии? Один. Так. Сколько? 30. 30. Нет, мы только прослушали. 8. Хорошо. Даша, как ты считаешь? Так. Как вы думаете? 5. Что наша сеть говорит? Давайте посмотрим. Я вам покажу. 10%. 10%. 10%. Все верно. Прекрасно. Вы все были близки. 5%. 5%. 5%, да. Мы уже ответили. 10. Давайте дальше. Следующая задача. Точно так же попробуйте поставить цифру уже от 10 до 100. Итак, вы не просто послушали, но вы запомнили, вы приложили силе, усилие, вы вложили энергию, чтобы что-то запомнить. Возможно, даже что-то записали. Как вы думаете, какое количество информации у вас останется через 2-3 недели? 40, 50, 15, 20. Что наша сеть говорит? 30. 30. Давайте посмотрим, что нам говорит наш правильный ответ. 60% информации. То есть ваша рабочая тетрадь увеличила вашу продуктивность в 6 раз. Просто потому, что вы что-то записали, вы подумали, вы вложили туда энергию. Давайте последний вопрос. А если вы сделаете под моим руководством что-то, о чем я вам рассказываю, как вы думаете, какое количество информации у вас останется через 2-3 недели? 100%. Тут мы даже спрашивать не будем. Действительно. Вот смотрите, какая простая вещь. Используйте ее в отношении с вашими близкими, в отношении с вашими коллегами, в отношении с вашим клиентом, когда он что-то не понимает. Сказать ему по телефону, да, все, до свидания, положить трубку, 10%. А вот возьмите, запишите, оставьте, сделайте то-то, то-то, получится совсем другой результат. Ну что ж, вы то же самое сможете, к сожалению, есть еще такие моменты обучения, когда мы не знали этого. И возможно, какое-то обучение, где вы были, оно прошло просто так. Вспомните то, чему вы учились, но вы не применяете по каким-то причинам. Возможность того, что вы уже знаете, можно что-то применить и делать дальше. Я вас быстро расскажу про цикл получения нами знаний с точки зрения саморазвития. Он очень простой. Смотрите, существует область знаний, вот например, когда вы сюда приходили на эту лекцию, о которой вы, может быть, даже и не знали. То есть, я не знаю, что я что-то не знаю. Я просто живу спокойно и с этим и не переживаю. Дальше. Мы сегодня сегодня о чем-то поговорили. Возможно, вы что-то услышали для себя новое. Теперь вы знаете, что вы что-то не знаете, но хотите узнать. Потом вы уже узнали это и через какое-то время вы уже знаете на автомате, что вы это знаете. Кто-нибудь из вас водит автомобиль? Кто-нибудь из вас водит автомобиль долго? Бывают ли моменты, когда вам нужно привести себя в порядок? Например, нанести макияж или покрасить губы. Я видел, даже некоторые делают маникюр за рулем. То есть, вы настолько уже уверенно ведете автомобиль, что вас не затрудняет не состоять никакого труда поговорить по телефону, попить кофе или еще что-то. Правда же? И точно так же многие вещи, которые мы делаем на автомате, это значит, что мы уже не задумываемся, мы просто о них знаем. Точно так же, когда вы знакомитесь с новой информацией, она заходит в вас и потом, когда вы начнете ее использовать, вы будете знать, если вы будете прилагать к этому усилия. Конечно, все очень просто. Ну что ж, про эмоциональный интеллект у вас есть в табличке оценить себя и подумать, как нужно поработать с ним. Я вам предложил несколько вариантов. Это самоосознание, саморегуляция, самомотивация, эмпатия и социальные навыки. Поработайте с ними дома, проанализируйте себя. Там есть определение, например, что такое самоосознание. Вот здесь есть определение, оценка по десятибальной шкале и как вы думаете, что вам нужно сделать, чтобы себе немного, хотя бы на один балл поднять этот уровень. Вот вы сможете дома поработать, я уверен, что возможно будет вам полезно. В результате, когда вы составите эти планы действий по каждому из этих проблем, вы сможете в целом сделать общий план, который может стать прототипом вашего плана саморазвития. Но мы все равно вспоминаем вот эту нашу важную ситуацию, которую вы записали. У вас есть проблема, в которой вам нужно развиваться. Самое первое на первом листочке. И возникает вопрос, каким я должен стать, чтобы эту проблему решить? Что мне нужно приобрести для того, чтобы…